В Омском велотреке состоялись российские соревнования по карате Кубок Прииртышья. В этом году в нем приняло участие рекордное количество спортсменов – 890 каратистов из 16 регионов нашей страны и Республики Казахстан. На открытии турнира присутствовала генеральная секретарь Федерации карате России Светлана Зайцева. Она поблагодарила Министерство спорта Омской области за организацию и пожелала участникам удачи в новом сезоне. Хотелось бы отметить большое доверие Омскому союзу карате со стороны Федерации карате России в плане проведения таких крупных соревнований. Мы видим ту динамику участия год от года, что на сегодняшний день уже 17 регионов принимают в нашем всероссийском турнире, что он является первым в линейке календаря Всероссийской Федерации карате. В первый день состязаний в рамках Кубка Прииртышья прошли межрегиональные соревнования «Омские звезды» среди спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет. Победителей и призеров определяли сразу на пяти татами. В одной из финальных встреч среди юношей 10-11 лет сошлись Антон Волков и Андрей Климков, оба из Биска. В противостоянии двух представителей «Алтая» весовой категории более 42 килограммов окончилось победой последнего. Было опасно, можно и проиграть 50 на 50 шанс. Тренер помог, подсказал, как правильно, что делать соперникам. Получилось. Итоги межрегиональных соревнований «Омские звезды» подвели в этот же день. На пьедестал почетов зашли лучшие в ката, кумите и командных состязаниях. Я получила опыт большой, удовольствие просто огромнейшее. Противники были сильнее меня. Я старалась выиграть, напрягать их, выдергивать хорошо руку, чтобы мне засчитывали баллы. И хоть это третье место, я очень довольна. Я занимаюсь пять лет уже с первого класса. Нам в школе раздавали визитки, что открывается секция карате. И я решила попробовать. После танцев, гимнастики и коньков, фигурного катания. Почему решила задержаться на этом медицинском? Потому что мне стало интересно и мне понравилось очень сильно здесь. Во второй день на всероссийских соревнованиях кубок при Иртышье состязались спортсмены от 12 лет и старше. Медали завоевали лидеры женской команды Омской области. Юлия Шабалтас стала серебряной призеркой в весовой категории 61 кг. Екатерина Пустовит взяла золото в категории 68+. Обе девушки – члены сборной страны и претендентки на участие в Олимпийских играх 2020 года. У меня увеличилась скорость, поэтому я чувствую себя чуть увереннее, чем раньше. Также работа руками и передвижение на ногах. Меня стимулирует то, что карате стало олимпийским видом спорта. Больше желания и рвения попасть на олимпиаду. В групповых соревнованиях по базовой технике ката сильнейшими оказались юноши из Омска. В мастерстве им уступили новосибирцы. Артем Кузьменко, один из лидеров омской команды, завоевал сразу две награды – золото в катагруппе и бронзу в кумите. С моим тренером мы долго готовились к этому турниру, готовились к командному кату и кумите. Я выступал со своими сокоманниками, в финале мы встретились с командным успехом, одержали победу. И это дало мне небольшую мотивацию для того, чтобы провести поединки в кумите. Я постарался выложиться как можно сильнее, и у меня получилось хорошо выступать. В общей сложности 50 наград завоевали омские спортсмены на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по японскому боевому искусству. Стоит также отметить, что спортсмены на турнире выступали на пяти новых татами. Это стало возможным благодаря поддержке фонда президентских грантов.